Второй мой день рождения наступил именно... Итак, вот оно наступило, мой второй день рождения. Именно 27 марта 2013 года ко мне залезли в голову и часть моего мозга удалили. И оказалось, что у меня в действительности рак. Но почему я люблю моего Господа Бога? Потому что я это все сделал своими руками. Потому что если бы не Господь Бог, у меня бы ничего не получилось. Только благодаря Господу Богу я живу. И благодаря Ему я даю вам возможности жить дальше и дольше. И вы можете спокойненько, используя мои методы лечения, абсолютно бесплатно вы можете жить. И когда вам говорят, что с гриобластомой все проехало, посмотрите внимательно на YouTube. В крайнем случае, вы можете мне позвонить по моему телефону. Там он есть. Если вам очень сильно необходимо, и вы не говорите по-русски, I can speak English, it's not problem for me. You can use English words. And I can trust you all that's the things that I can use it. Потому что Господь Бог дает мне это дело. Это не проблема. Я даю всем всю возможность сделать все это дело бесплатно. Когда мне говорят, не верю в Бога, я скажу, это вы не верьте в Бога. А я в Него верю. Потому что недавно это было, я вот недалеко здесь спал. Во сне я боролся с сатаной. Сложность мне была в Испании. То есть я очень сложно вылез ночью, естественно. Сразу же, как меня шторкнуло. И мне не надо говорить, что я не знаю, что Господь Бог есть. Есть люди, которые в это дело не верят. А я верю. То, что здесь мы работаем. Ну, по сути дела, это вообще никак бы не... Даже дарая тут очень далеко. Естественно, будем молиться. Без разницы, в какого Бога вы верите. Без разницы. Потому что Господь Бог дает нам возможность жить. Что конкретно Он мне дает? И я вам, естественно, сегодня и сейчас говорю. Мы постараемся лечить рак. То есть сегодня и сейчас это одна из моих целей, чтобы мы это сделали. Каким методом? То, что я вам показал, это сделано в Китае. Вот сюда вы ставите две укусы пчел. В принципе, все это дело есть в Ютьюбе. Посмотрите внимательно. Если не будет вопросов, обратитесь ко мне. ВИДОТОКС. Это бывает. Он делается на Кубе. Вы можете его... Его даже выпить необходимо всем, у кого есть любая форма. Ну, практически любая форма рака. Но для рака мозга это очень хороший вариант. И он не будет работать бесконечно, потому что примерно на два с половиной года он работает. Потом надо по-новому его пропивать. Пять капель через 12 часов. Это уже вторая часть. Третья часть, которые вещи я уже потом посмотрел. Это были лапирамид. Против тех людей, у которых проблемы со стулом, он хорошо работает. Клемастин. Это вигил. Также по таблеточке его надо кушать. И розувастатин. Также необходимо все это дело кушать по таблеточке. Мало того, мало того, в 2021 году Российская Федерация сделала первый вариант лечения глиобластомы. Это была операция. Я тут пошел к своему товарищу и говорю, давай попробуем, проверим на всякий случай. Он говорит, ну тебя же ничего нету. Хотя с другой стороны я бы не стал бы так делать. Это очень хорошо. Но есть еще отдельные вещи. То бишь, уже найден препарат от смертоносного рака. Это называется кейтруда. Но это стоит достаточно дорого. В любом другом способе вы можете его попытаться найти, используя Made in China или Alibaba. Наверняка вы найдете подходящий вариант замены этого дивного препарата американского. Индурибин. Это недавно. То есть, это продукт происхождения стандартного. То есть, его используют, естественно. Он уже дал хорошее лечение на мышах. То есть, скорее всего, мы это дело будем лечить. Но с другой любой стороны, я вам еще раз говорю, когда вам говорят глиобластома, когда вам говорят глиобластома, не надо падать. Обратите внимание, я с глиобластомой живу 11 лет. Это неплохой вариант. Правильно? Так делайте то же самое. Смотрите мои сюжеты. В случае чего, обращайтесь. Я вам все это дело спокойно обращу. Объясню, естественно. В данном случае я ничего не буду говорить. Я ему скажу огромное спасибо, потому что он дает мне возможность жить. Не только мне дает возможность жить, но и дает возможность вам жить. Потому что это единственная вещь, которую... Это даже... У меня даже нет слов, потому что я в него верю. Спасибо тебе, Господи, что ты есть. И вам надо это сделать. Потому что если вы будете верить Господа Бога нашего, вы не будете воровать. Это один из нехороших грехов.